Сочинский джазовый фестиваль Больше того, наш солист, молодой Артемий Хрущалин, он выступил в специальной программе, гала-программе закрытия фестиваля, в концертном зале фестиваля. Он выступал с московским джазовым оркестром Игоря Бутмана, с ним была Лариса Долина. Мы участвовали в параде прохождения джазовых музыкантов по центральным улицам Сочи. Это такая традиция хорошая. Блеснуть смогла еще одна солистка Екатерина Игонина. На 13-м сочинском фестивале внимание в основном уделили современным и авангардным течениям джаза. Но не забыли и о классике. В программу выступлений Биг Бенд Саранск вошли и смелые эксперименты, и культовые джазовые стандарты Дизи Гелеспи и Чарли Паркера, и даже эстрадные песни в авторской аранжировке. Это довольно-таки сложный современный стиль. Очень интересные такие, ну мы их называем терпкие, корявые, соло, но очень интересные. То есть это музыка для интеллектуалов. И там такая публика есть. И, кстати, там уже помнят наш город Саранск. Я думаю, что теперь запомнят еще лучше. Такие фестивали – это всегда встречи с единомышленниками и обмен опытом. С собой Биг Бенд Саранск привез из Сочи не только статус лауреатов фестиваля, но и творческие идеи и запас вдохновения для достижения новых высот. Возможность вновь проявить себя на Большом джазовом фестивале появится скоро. В ноябре, по доброй традиции, в столице Мордовии пройдет Вейса Джаз. Ирина Семенова, Владимир Надькин. Народные новости.